На первый взгляд кажется, что вода чистая, но на самом деле может оказаться, что купаться в ней опасно. Поэтому санитарные врачи раз в две недели приезжают на водоемы, чтобы отобрать пробы. Отбирают воду всегда утром и там, где еще не успели искупаться отдыхающие, чтобы правильно замерить прозрачность. Помощник санитарного врача Галина Щербакова приезжает на водоем с пробирками, ведрами и реактивами. Я сейчас отбираю анализ на растворенный кислород. Вот сначала я налила из ведра этой воды, а теперь я добавляю реактивы. Запах, аммиак, содержание нефтепродуктов, нитритов, каждый образец отправляется в лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. В зависимости от нахождения водоема число анализов, проводимых с пробой, колеблется от 12 до 39. А сама проверка может длиться до пяти дней. Каждый вторник на сайте Роспотребнадзора врачи публикуют список пляжей, на которых разрешено купаться. Данная вода, pH у нее 7,94. Это норма. Купаться можно. Несмотря на то, что основные показатели рязанских водоемов в норме, в Роспотребнадзоре советуют соблюдать простые правила. Например, стараться, чтобы вода во время купания не попала в рот. Не только ее хлебать не стоит. Не стоит мыть посуду этой водой, ягоды, фрукты, овощи, поскольку это совершенно иные показатели. И я бы хотела обратить внимание родителей на то, чтобы в летний период при посещении пляжей все-таки следили за детьми в плане того, чтобы они не заглатывали эту воду. Требования к воде питьевой и воде, пригодные для купания, разные, поэтому лучше не рисковать своим здоровьем. А водоемы для отдыха выбирать те, которые прошли проверку, и купаться на них разрешено. Дина Исляева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».